А теперь к новостям культуры. В Минске открылась выставка кино 70-х и не только французского фотографа Андреа Перлштейна. Автор знаменит тем, что снимал актеров и модельеров, которые впоследствии стали звездами мировой величины. На фотоснимках можно увидеть молодого Лена Делона и Ив Сен-Лорана, а также других синема и фэшн-селебрити. Выставка проходит в рамках месяца фотографий, недавно стартовавшего в столице. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Пожалуй, любой из нас в своей жизни пребывает в постоянном стремлении отыскать простое человеческое счастье. У каждого свой секрет этого необъяснимого состояния внутренней гармонии и душевного блаженства. В картиной галереи Гавриила Ващенко сейчас можно увидеть выставку «Город счастья». Она отражает чувства и эмоции высшего удовлетворения принадлежащих кисти разных художников мира. Выставка организована совместно картиной галереи и представителями международного социально-культурного проекта «Счастливая тарелка». Здесь представлено около ста творческих работ как любителей, так профессиональных и начинающих художников из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Главное условие выставочного проекта – изобразить на тарелке свой самый счастливый момент жизни и тем самым донести до людей. Счастье есть у каждого из нас, независимо от возраста, национальности и физических возможностей. А в центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей открылась выставка коллекции анималистики в частном собрании Сергея Путилина. Все представленные экспонаты посвящены братьям нашим меньшим. Живопись, посуда, часы, предметы мебели и интерьера с изображениями животных словно переносит посетителей в удивительный природный мир. Эти уникальные экспонаты собраны гомельским коллекционером Сергеем Путилиным. Анималистикой он увлекся сравнительно недавно, однако успел скомплектовать достаточно большую коллекцию. В экспозицию вошли предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выполненные лучшими мастерскими Западной Европы, Российской империи и СССР. Все представленные на выставке раритетные вещи пропитаны духом путешествий, неизведанным миром дикой природы и нежностью к домашним питомцам. На уходящей неделе в Гомеле состоялись обменные гастроли городского молодежного театра с Могилевским областным драматическим. В город над Сожем приглашенная труппа привезла сразу три спектакля. Сны о любви братья Элиза, ностальгическую комедию сказки старого Арбата и детскую музыкальную постановку «Гадкий утенок». Для самых маленьких и одновременно требовательных зрителей могилевские артисты выбрали спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. На сцене Гомельского городского молодежного театра развернулась интересная и поучительная история об утенке, который значительно отличался от своих сверстников и преодолел немало преград, чтобы достичь заветной цели. Из постановки дети узнали, что настоящая красота та, которую чувствуешь сердцем. Мир прекрасен, если рядом есть друзья. А еще что нужно всегда верить в свою мечту и идти к ней, несмотря ни на что. Чем порадует следующая неделя, расскажем прямо сейчас. Гомельская областная филармония откроет новый концертный сезон. Он ознаменуется невероятным по красоте и зрелищности музыкальным вечером, объединившим солистов и творческие коллективы учреждения. Артисты Гомельской областной филармонии обещают зрителям поистине грандиозное шоу, вдохновленное фантазией и мечтой. В концерте прозвучит музыкальное наследие отечественных и зарубежных композиторов, духовная классика, лирические романсы, популярные эстрадные и народные песни. Все, чем можно впечатлить, удивить и порадовать публику. А тем временем Мозырский объединенный краеведческий музей всех желающих приглашают на выставку «Край мой Мозырский». Здесь представлены творческие работы из фондов учреждения, преимущественно живописные произведения художников района. Неповторимые пейзажи, красочные деревеньки и уголки родной Мозырской земли навеют у зрителей незабываемые воспоминания из детства и самые счастливые моменты жизни. С событиями из мира культуры региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».